Добрый день, меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение», и сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник социологического института РАН Мария Мацкевич. Мария, приветствую вас. Здравствуйте. Давайте тогда обсуждать то, что у нас происходит в обществе. В частности, накануне в Петербурге и в Москве прошли две акции протеста «Марш матерей». Я думаю, что историю наши слушатели знают. Если коротко, двух молодых девушек, 18-19 лет, их держат под стражей по делу так называемой группировки «Новое величие». Дело вызывает огромное количество вопросов. Есть большие подозрения, что сами сотрудники правоохранительных органов эту некую группировку и создали, и с этими девочками разговаривали, переписывались относительно того, что какие-то революционные действия производить. В общем, причем не очень понятные. Ну, в общем, девочки сейчас под арестом. Сегодня будет решаться, может быть, их отпустят все-таки по домашний арест. Следствие ходатайствует об этом. Но посмотрим. В обществе вроде бы в интернете был большой резонанс относительно этого. Организовали акции протеста. В Москве, по разным данным, от 300 до 1000 человек пришли. В Петербурге вообще 50. Как вам кажется, это много для такого рода истории или нет? Ну, конечно, стоит учесть, что это лето. Это, в принципе, все-таки история, которая, несмотря на то, что она более-менее прогремела в социальных сетях, не очень известна совсем широкой публике. И уж точно про нее ничего не сказали. Про телевизору это значит, пока у нас еще основной источник новостей по-прежнему телевизор, особенно для старшего поколения, которое в том числе выходит на вот такие акции протеста. То есть и для этой части старшего поколения тоже по-прежнему телевизор. Это важный источник информации. Анонсов о том, что этот марш состоится, тоже нельзя сказать, что эти анонсы встречались повсюду. Поэтому... Но в интернете они были. В интернете их было много. Вы знаете, да, в интернете их было много, но я бы сказала так, то есть я по себе могу судить, что поскольку у меня лента очень специализированная, и в нее таких объявлений должно было бы попасть много, попало один раз. Это говорит о том, что все-таки не так широко это, как могло бы быть, ну, потому что, например, объявления о марше к защиту Исаакиевского собора было гораздо больше. Их тоже было недостаточно, но их было больше. В этом смысле, например, марши в защиту Европейского университета, опять же, при том, что у меня лента очень специализированная, попадались не чаще, чем объявления об этом марше. И больше было объявлений о московском, чем о местном. О местном я, например, узнала из новостей местного эхо Москвы. То есть это еще менее известная была новость. Но дело даже не в этом. Мы, конечно, понимаем, что у нас вообще в акциях протеста участвует не так много людей относительно населения города, будь это Москва или Петербург или любой другой город. Что, впрочем, не говорит о том, что люди не воспринимают это как важную проблему. Почему? Просто потому, что люди, в общем, достаточно рационально относятся к своим действиям и к распределению своего времени как своего ресурса. Значит, они оценивают, повлияет это, не повлияет. Если не повлияет, и они это заранее понимают, то люди выходят только в случае крайне обостренной проблемы. Ну, вот какие-то марши, протесты, которые мы видели в предыдущие годы, ну, скажем, года полтора-два, мы могли видеть, что, в общем, собираются редко, по большому счету, массовыми они становятся, ну, только при очень конкретном и очень остром поводу. Что касается сегодняшних событий, ну, понятно, что люди мало воспринимают это как повод как-то повлиять на власть. Или, вернее, как повод выступить и получить обратную связь положительную, что вот что-то изменится. Кстати, это, судя по всему, оказывается не совсем правильным расчётом. Судя по всему, какие-то движения произошли, но, опять же, не потому, что сколько-то человек вышло, ну, например, к стенам тюрьмы. Я так понимаю, что какие-то решения принимались ещё раньше и на основе, ну, вот действительно, какого-то всеобщего негодования, морального негодования, не политического, что вот тоже очень важно. Это моральное возмущение, потому что молодые люди, дети в сущности, потому что, по крайней мере, как я понимаю, одной из участниц не было ещё и 18-ти, когда... Когда всё началось, да, ей было 17 лет. Да. Много, действительно, каких-то фотографий, которые, ну, вот показаны. Ну, это обычные дети, обычные девочки, в каких-то ситуациях обычные мальчики. Это всегда вызывает какое-то сочувствие у значительной части людей. В том числе и у тех, кто принимает решения, это же тоже важно, но... Думаете, у тех, кто принимает решения, сочувствие есть? А вы думаете, что они совсем лишены человеческих качеств? Ну, судя по некоторым делам, иногда возникает такое подозрение. Я думаю, что любой человек, который принимает решения в какой-то момент, должен абстрагироваться от своих человеческих симпатий и антипатий, может быть, даже довольно часто. Но это не значит, что их нет. Кроме того, что... Вот тут есть два аспекта. Значит, один – это то, что связано со всей вот этой волной наказаний за деятельность социальных сетей. Это у нас будут фотографии порой совершенно невинные, какие-то репосты, какие-то комментарии, лайки и так далее. Но, как правило, все вот эти процессы, о которых мы слышим, это связаны с тем, что происходит в небольших городах. Там эти дела, во-первых, возбуждаются, во-вторых, доходят до суда, в-третьих, суды принимают такие решения, от чего у всех волосы дыбом. Понятно, что мы знаем, что в столицах, несмотря на то, что пишут иногда удивительные вещи в сетях, тем не менее, про столицы мы таких случаев не знаем. И с чем это связано, на ваш взгляд? Ну, это связано, во-первых, с тем, что есть система отчетности, и если в столицах, что называется, есть чем отчитаться, то в каких-то небольших городах службы соответствующие есть, а поводов как-то проявить свою активность гораздо меньше. Значит, ну, что-то же им надо делать, как-то показываешь, они не зря существуют. Вот это один из таких довольно легких способов. И суды, которые предпочитают не вникать, не принимать на себя ответственность, в этом смысле в больших городах, суды чуть более готовы сообразовываться с собственным пониманием, с собственным здравым смыслом. Ну, не говоря уже про закон. Но что вот тут еще дополнительный аспект важный? Значит, не просто вот в столицах или в больших городах сажают детей за репосты и лайки. Они сидят по статье экстремизм, арестованы по статье экстремизм, которая подразумевает какую-то революцию. Они призвали или обсуждали революцию. Тут есть некоторый консенсус в обществе, причем среди подавляющего большинства наших сограждан. Что революция – это плохо. А революция – это плохо. Это не зависит от образования, не зависит от места проживания, не зависит от взглядов совершенно. Примерно 90% считают, что революция – это плохо. Но считается, и это совсем неправда, что совсем молодые люди, вот условно говоря, в районе 20, до 20 и чуть старше, это как раз та группа возрастная, в которой революционные идеи могут найти поддержку. Не случайно к ним обращаются, как перспективные аудитории некоторой политики. И про них ходит такой во многом миф все-таки, потому что большинство из них, конечно, тоже не хотят никакой революции. Но про них существует миф, что они-то как раз революцию могут устроить. Потому что, а, они молодые, б, были исторические прецеденты, когда именно такие молодые люди все устраивали, С, можно сказать, что не обязательно, чтобы их было много, достаточно какой-то группы, но сплочённые, единые. И вот они могут устроить, если не революцию в целой стране, то какие-то локальные неприятности могут. Вот всё это в совокупности порождает дополнительное внимание к молодым людям. Если они, не дай бог, что-то такое говорят, даже если они вообще ничего не собираются делать. Но это же неизвестно, когда они что-то сделают, может быть, будет уже поздно. И об этом тоже, конечно, мысли возникают. Вот их превентивно наказывают, причём наказывают демонстративно, очень серьёзно, именно для того, чтобы остальным было неповадно. В этом есть определённый смысл с точки зрения тех, кто, опять же, принимает такого рода решение, что именно в большом городе, в Москве, чтобы это стало максимально известно, чтобы это максимально написали об этом журналисты, блогеры, чтобы все обратили внимание, и чтобы дошло, наконец, уже до всех. Что вот так нельзя. То есть даже несмотря на то, что пишут в основном с критикой властей, что нельзя вот так вот арестовывать, сажать за репост и так далее, всё равно это несёт меньший урон, нежели чем возможное неафиширование таких историй. Конечно. Тем самым они распространяют информацию. Знаете, вот ветер носит ядрышки из шишечек, они прорастают. Ветер не имеет цели, да, вот никакой. В этом смысле блогеры, которые пишут, какие жестокие люди посадили бедных девочек, тем не менее, всё равно разносят информацию про то, что это было, и что незначительный крайний повод, что урок из этого может быть такой. Дети, ведите себя осторожно. Не случайно уже, впрочем, по-моему, даже на радиостанциях Москвы я слышала советы, давайте уходите все из социальных сетей, прекращайте писать, вешайте всё под замок. Впрочем, под замок тоже ненадёжно, значит, вообще уходите из всяких социальных сетей. Ну, вот это один, кстати, из результатов. И кому выгоден такой результат? Ну, что значит выгоден? Вообще-то выгоден не результат в виде ухода из социальных сетей, выгодно, ну, в кавычках выгодно. Любая власть в любой стране, разумеется, хотела бы, чтобы подавляющее большинство граждан, а в идеале все, были бы к ней лояльны. Или, по крайней мере, не распространяли свою нелояльность сколько-нибудь широко, чтобы их нелояльность оставалась личным, частным делом, и они не создавали вокруг себя какие-то группы, из которых неизвестно, что может вырасти. Потому что, опять же, в разных странах, в разных их периодах исторические были примеры, как вот из таких небольших групп, порой обсуждающих очень высоко моральные сюжеты, тем не менее, вырастало что-то не очень приятное для тех групп, которые в тот момент находились у власти. А обратного эффекта не может быть? Все больше прижимают, другие молодые люди возмущаются, уходят глубже, назовем это, в подполье, да, и как раз-таки могут обсуждать гораздо более серьезные вещи, потому что мы же знаем, что хорошо, писать посты ВКонтакте, да, за это могут посадить. Ну, есть другие сервисы и способы общаться друг с другом, передавать свои идеи так, что себя не отследят. И, в общем-то, это практически все умеют пользоваться, особенно молодые люди. Я так понимаю, что вот как раз эти девочки не пользовались ВКонтакте, их посадили не за ВКонтакт, их посадили за совсем такой вот мессенджер, который у нас считается безопасным. Более того, по поводу которого все кричат, что вот смотрите, его душат, а он такой безопасный, весь и зашифрованный. Но там история была в том, что там был некий стукач. Правильно. В этом тоже всем урок назидания. Не общайтесь с кем-то, кого вы не знаете, не говорите на эти темы, потому что нет защиты, никакое шифрование вас не спасет. В том случае, если кто-то не тот, это прочтет. Или даже для этого не обязательно, чтобы этот человек был внедрённый, но просто кто-нибудь один из вашей же компаний испугается, расскажет об этом маме, родителям. Не знаю, мама пойдёт куда-нибудь дальше, об этом ещё кто-то расскажет. Такие истории мы тоже знаем из совсем недавних, когда родители в ужасе, доверяя государству, бежали в какие-то инстанции, и их дети потом очень грустно заканчивали. Так это вот вы сами считаете, что это ваше личное мнение, что не нужно вообще общаться и обсуждать такие вещи? Или это всё-таки вы говорите о том, что транслирует государство? Я в данном случае, разумеется, говорю о том, каков, если так можно сказать, месседж всего происходящего. Ну, опять же, с моей точки зрения, я не могу, конечно, утверждать, что я прозрела настоящий замысел тех, кто принимает решения. Это совершенно точно вне моей компетенции. Значит, мне кажется, что действительно один, по крайней мере, один из смыслов происходящего, он в том, чтобы как раз рассказать, причём преимущественно молодым людям и их родителям, что вот такие вещи делать не надо, и вести себя надо крайне осторожно, причём не только вообще в социальных сетях, потому что там вот какие-то реальные встречи, это тоже может привлечь излишнее внимание. Мы знаем, что какие-то собрания в Макдональдсе, они тоже заканчивались проверкой документов и административными арестами. Вот всего этого делать не надо. Хорошо, это нам транслируют. А вы как считаете, надо это делать или нет? Я считаю, что у каждого есть свобода воли, каждый принимает своё решение, но он должен понимать последствия. Вот это совершенно точно. Каждый человек, если он решается предпринять какое-то действие, он должен понимать, что это должно быть его сознательным выбором. То есть только если он совсем не может иначе, он должен так поступать, как он считает важным и нужным по каким-то принципиальным соображениям. Потому что, ну, это совсем обидно, когда дети не понимают, или даже не обязательно дети, ну, просто взрослые, совершенно не понимая каких-то последствий, думая, ну, как-то вот безответственно разговаривая, ну, просто трепясь, если так можно выразиться в социальные сети, мне кажется, каждому полезно сознавать, что мы отвечаем за то, что мы говорим. И это относится не только к политическим словам. Ну, вот просто... Подождите, я правильно понимаю, вы сейчас говорите, ну, вот кто-то понаписал, значит, какие-нибудь, я не знаю, там, что он считает, что нужно свернуть режим, какие-нибудь пошутил про то, что Путин это тот же самый Гитлер или какие-то такие вещи, за которые судят вот за такие картинки и репосты. Вы считаете, что действительно человек должен себя ограничивать и не писать этого? И это нормально, что за это наказывают? Нет, я не считаю, что это нормально, что за это наказывают, я не считаю, что человек не должен этого писать, но я считаю, что если человек это пишет, это не просто потому, что у него сейчас болит левая пятка, у него дурное настроение, и он написал, что кто-то фашист или кто-то Гитлер. Значит, если ты это пишешь, значит, ты за это отвечаешь, и ты действительно так думаешь, не то чтобы, что вот сегодня... Хорошо, отвечаешь как, чем? Вроде бы, мне кажется, все просто. Например, ты написал какую-нибудь, не знаю, глупость, не глупость, люди посмотрели, подумали, о, идиот, не буду с ним общаться, или, может быть, наоборот, ха, в этом что-то есть, да? И, кажется, ответственность, в общем-то, наверное, этим и должна ограничиваться. Ну, как, Павел, так и происходит. Наверное, вы, ну, вообще-то каждый из нас, кто ходит в социальные сети, понимает, что вообще-то слов про то, пожелание смерти всем окружающим, начиная от соседа и кончая лидером государства, у нас в сети просто сплошь и рядом. На них трудно не наткнуться. Сравнение с самыми большими негодяями в истории у нас тоже сплошь и рядом. Если бы наказывали всех, то у нас бы, поверьте, не хватило бы места заключения просто для всех, кто такое пишет. Но... Но вы же сами говорите, это показательная история. Это показательная. Именно для того, чтобы, ну, вот, на уровне трёпа люди понимали, что, ну, вот, как-то нужно немножко серьёзнее относиться к тому, что ты говоришь или пишешь. Я бы сказала, что политическая или, там, административная, тем более уголовная ответственность за это, мне кажется, не сразмерной. Но вообще-то такое наказание зачастую происходит не только в нашей стране и не только в странах, которые принято считать авторитарными. во многих странах есть наказание за слова. Опять же, мы можем это осуждать, нам это может не нравиться, но способ ограничения речи, в том числе и самых благородных соображений, существует. Но, например, есть наказание за хейтспич, так называемый, да, то есть за речи ненависти. Это может быть пожелание всяческих бед людям другой расы, другой национальности, иммигрантам, женщинам, там, людям определённого поведения. Вообще-то за это наказывают. И так и надо? Надо наказывать, как вы считаете? Я не считаю, но мы должны понимать, что такова тенденция. И просто люди, которых касаются вот эти речи, речи ненависти, они могут быть очень разными. И мы, опять же, должны понимать, что вот здесь нужна какая-то логика и последность. Либо мы не наказываем ни за какие речи, либо если мы говорим, что вот правильно наказывать за негатив в адрес, там, не знаю, людей иной сексуальной ориентации, иной расы, то тут очень сложно провести границу, где наказание правильное, а где наказание неправильное. Мне кажется, что довольно просто. Если мы говорим про интернет, да, сейчас, в общем-то, преимущество про него говорим, там есть средство модерации. Любая социальная сеть может заблокировать пост, может заблокировать пользователя, можно пожаловаться на любую какую-то информацию, отправить жалобу, проверяют эту жалобу, принимают решения и блокируют. Мне кажется, что это, ну, довольно просто и регулируется внутри сообщества, где это происходит, да, будь то социальная сеть или что-то иное. Причем тут государство? Ну, мне так, я с вами соглашусь. Однако так происходит только в теории, потому что на практике мы, например, по тому же Facebook узнаем, что особенно его русскоязычная, скажем, администрация, ну, скажем так, не очень внимательно относится к тому, за что банят. Мы знаем, что по доносам блокируют людей либо за перепосты, либо за шутки, может быть, не слишком удачные, но чаще всего это просто доносы. С другой стороны, людей, которые пишут откровенно экстремистские, ну, со всех точек зрения вещи, ну, например, антисемитские или анти... ну, то, что либералов, так называемых, ругают очень сильно. Причем ругают с пожеланиями смерти, с призывами их истребить, там, не знаю, уничтожить, повесить. Вот за это не наказывают, например. Но это вопрос к модерации. Да, да. Но мы вот про, во всяком случае, русскоязычную администрацию Facebook знаем, что там ситуация такова. То есть, идеальной регуляции или саморегуляции сообщества не получается. Вот ее нет. Это не значит, что государство должно выполнять эту функцию, но вот этого вот идеала саморегуляции сообщества тоже не существует. Я вот еще хотел спросить, в Госдуму внесли закон, который декриминализирует вот эти репосты, да, ну, в общем-то, исключает из оголовной ответственности вот те случаи, когда там репост, какая-то информация в интернете и так далее, Минкомсвязи уже тоже поддержал этот законопроект, говорит, что нужно перестать сажать людей за репосты и возбуждать уголовные дела. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что, ну, иногда посмотришь на некие дела, никакого смысла в этом нет, это какое-то безумие. Почему? Почему власти вдруг внезапно взяли и как-то решили, пока еще не решили, но, во всяком случае, заговорили о том, что сажать за репосты неправильно? Ну, опять же, сказать, почему именно сейчас принято то или иное решение, ну, может быть, политологи, а еще лучше кремлинологи что-то такое могут сказать, но, как правило, это за пределами понимания вот, ну, обычного аналитика. Почему именно сейчас, сложно сказать, но вообще-то это началось не сию минуту, мы помним, что еще во время прямой линии с президентом такой вопрос задавал писатель и депутат Сергей Шагунов. То есть процесс начался давно, так что совершенно точно не сейчас это началось, и не в связи с последними делами. Но это в июне началось, в июне месяце, но, в общем-то, тоже недавно. Недавно, но, видите, постепенно по нарастающей. Но все-таки, видимо, довольно много уже накопилось дел, в том числе именно в регионах, когда, ну, вот совсем обычные люди, совсем не политизированные, не имеющие совсем ничего плохого в виду, нелояльного даже, не то что там революционного, но просто нелояльного, их наказывали. Ну, в какой-то момент, видимо, это количество уже перешло в качество. Но, опять же, мне сложно здесь судить, в чем причина принятия того или иного решения. Возможно, какие-то действительно выпиющие случаи, наконец, произвели какое-то чисто человеческое, очень плохое впечатление, чисто по-человечески. Как думаете, это доведут до конца, выведут вот эти репосты из-под уголовной ответственности, или это просто пока такой сигнал тем же там силовикам в регионах? Ну, опять же, это очень сложно сказать. Но обычно, когда такое большое количество инстанций и официальных лиц в это вовлечено, в чем-то это заражается. Ну, вот уж слишком много высокопоставленных людей сочли возможным или необходимым что-то такое по этому поводу сказать. Ну, скорее всего, это подготовка к какому-то решению. Я напомню, что у нас в гостях социолог Мария Мацкевич. Нас встречаемся в эфир Петербургского эхо. Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях научный сотрудник социологического института РАН Мария Мацкевич. Вот мы говорили про молодежь. Сегодня ровно 19 лет, как Путин у власти полноценно. 19-летние, в общем, уже довольно взрослые ребята в каком-то смысле. Это уже отнюдь не дети. Что вы можете сказать про это поколение вообще? Стоит ли от него ждать каких-то изменений, перемен, отличается ли оно от поколения 30-летних? Для того, чтобы сказать, отличается ли это поколение от более старших, должно пройти ещё какое-то время. Потому что всё-таки только на довольно большом отрезке времени мы можем судить о том... То есть поколение должно сформироваться. Пока оно ещё не сформировано. Пока мы про людей не только 19-летних, а, скажем, 25-летних, мы можем сказать только то, что вся их сознательная жизнь прошла при действующем президенте. Никого другого в лидерах государства они не знают, не видели и уж точно не помнят. Но, с другой стороны, мы знаем более старшее поколение, существенная часть жизни которых тоже прошла при одном политическом лидере, ну, например, при Брежневе. Значит, казалось, что это навсегда, и ничего другого не будет, но довольно быстро оказалось, что это не так, что всё может поменяться. Другое дело, что как поменяться, мы, конечно, сказать не можем. Но вот пока те исследования, которые уже проводятся, среди людей до 30 лет, вроде бы показывают, что тем, кому 16-18, отличаются от тех, кому сейчас около 30 лет. А чем отличаются? Отличаются в некоторых очень интересных вещах. Причём большая часть из них не связана с политикой. Это как совсем другие вещи. Но, например, у них немножко иначе выстроены отношения с родителями. Они, как ни странно, хотя, казалось бы, возраст такой, когда выстраивается противопоставление с родителями, здесь, опять же, мы не говорим, что всё поколение вдруг страшно полюбило своих родителей, стало с ними считаться, уважать и слушаться их советов. Это не так. Но по сравнению с теми, кто старше, и тем, как старшие выстраивали свои отношения с родителями, мы видим, что в сегодняшних 16-летних желание не волновать, не беспокоить своих родителей, и, в общем, более-менее уважительное к ним отношение распространено больше, чем среди тех, кто, скажем, на 10 лет старше. Из этого можно делать политический вывод, например, что если, например, родители в большинстве своём поддерживают нынешний режим, то и дети, так как у них хорошие отношения, не волновать и так далее, тоже будут тянуться в политических взглядах за ними. Можно делать такой вывод или нет? Нет, потому что здесь два момента. Во-первых, что такое дети, которые больше считаются своими родителями? Это значит, что родители сначала изменились, родители совсем, а не дети. Это значит, что они их по-другому воспитывали. Они стараются на них меньше давить и больше договариваться, не приказывать, а аргументировать. В том числе это означает, что они считают важным, многие из этих родителей, и это тоже видно по исследованиям, поддерживать своих детей даже в тех случаях, когда они с ними не согласны, и считаться с их мнением, и признавать за ними право на своё мнение, отличное от мнения родителей. В частности, это выражалось том, может быть, вы помните, что когда были протесты, на которые выходили молодые люди, родители, которые приходили, это были часто несовершеннолетние, родители приходили за ними в отделение милиции, и мы потом разговаривали на фокус-группах с этими молодыми людьми. И, как правило, родители, конечно, не были счастливы от того, что им приходилось это делать, но никаких наказаний, лишения каких-то благ, ничего такого не происходило. Как правило, причём это не зависело, не было так тесно связано с тем, что думали сами родители. Многие родители не считали необходимым, во-первых, выходить на эти акции, во-вторых, не считали правильным взгляды своих детей. Тем не менее, родители считались со своими детьми, в ответ дети готовы считаться со своими родителями. Иначе говоря, это может быть так, что если сохранится сегодняшняя ситуация, то просто родители и дети будут стараться договариваться, оставляя каждому пространство автономии, а с другой стороны, ну, скажем так, дети будут стараться, чтобы их деятельность не становилась известна в такой степени родителям, чтобы их расстроить. С другой стороны, действительно, мы можем, и второй вывод, и мы только можем эмпирически узнать на опыте через какое-то время, что оправдается, что если родители сочтут, что угроза благополучия их детей слишком серьёзна, они будут стараться, опять же, аргументировать, убеждать, может быть, даже заставлять детей не подвергать своё благополучие серьёзной угрозе. И самих детей, и родителей в том числе, потому что какие-то санкции могут коснуться и родителей тоже. Что из этого сработает, мы пока не знаем. Но сказать совершенно определённо, что вот если родители думают так же, то они будут заставлять своих детей думать таким же образом, мы не можем, именно потому, что родители сейчас не стараются заставить, а стараются аргументировать и убеждать. Опять же, это касается не всех родителей, но тенденция именно такова, к большему какому-то доверию, к меньшей напряжённости во всём, в отношениях, не только между людьми, просто в горизонтальных каких-то связях, но и в том числе в семье, стремление к меньшей напряжённости. Отчасти, кстати, мы видим, например, о том, что автономия, это считается очень важным качеством. Во-первых, это уважается. Во-вторых, например, взрослые дети сейчас гораздо реже живут со своими родителями. После 18 лет количество детей, которые живут в многопоколенных семьях, очень сильно уменьшилось за последние 10 лет. То есть дети остаётся уезжать. Но вот этого просто ещё не было несколько, ну, 10, 15, тем более больше лет назад. Это, понятно, связано с экономикой. Но это ещё и с ценностью вот этой автономии тоже связано. Какие-то перемены ожидают это поколение? Минута остаётся? Думаю, что да. Не уверены, что хорошие, но будем надеяться, что и такие тоже. Какие перемены, например? Ну, по-видимому, нас ожидают какие-то экономические и связанные с ними политические перемены. Мы совершенно не можем предсказать, какие. Но очень важно наблюдать в ближайшие 10 лет за тем, что будет с этим младшим поколением, потому что именно они будут определять нашу жизнь в ближайшие 20-25 лет. Это была Мария Мацкевич, научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. Меня зовут Арсений Веснин. Спасибо вам. До свидания.